Дональд Трамп намерен принять ряд жестких мер против Китая. Одной из версий принятия такого решения является то, чтобы Джо Байден в случае его победы на выборах не смог изменить действующий курс в отношениях с Китаем. Дональд Трамп понимает, что у него остается мало времени для того, чтобы свои идеи воплотить в жизнь. Очевидно, что выбор он проиграл. У него остается буквально три месяца для того, чтобы довести свои начинания. А вот его идея о том, что Китай это главный торгово-экономический соперник для США, это фактически его основная идея, которую он выдвигает уже на протяжении последних четырех лет. И поэтому он хочет уйти, громко хлопнув дверью, и показав, что в рамках этой политики он смог сделать достаточно много. С другой стороны, торговая война между Китаем и Соединенными Штатами Америки ведется уже довольно длительный период. И данная мера еще один из этапов похолодания отношений. Но, как показывает опыт, экономика США страдает сильнее от вводимых санкций по отношению к Китайской Народной Республике. Конечно, в этой ситуации пострадают в первую очередь сами граждане Соединенных Штатов, которые в случае, если китайская продукция уйдет с американского рынка, они просто либо не получат часть продуктов, которые могли бы получить, либо их получат, но уже совершенно по другим ценам. На этот раз санкции вводятся против большого количества китайских компаний, занимающихся IT-сектором, а также государственных структур и должностных лиц, за приписываемое им участие в нарушении прав человека. Вот эти обвинения, они всплывают в тех случаях, когда нет аргументов достаточно квалифицированных, достаточно серьезных, чтобы заставить Китай действовать каким-то образом. Вот торгово-экономически Соединенные Штаты не могут повлиять, потому что китайская экономика гораздо сильнее сегодня, чем американская экономика. И поэтому, чтобы создать какое-то напряжение и привести в пользу своего аргумента, всплывает вот это традиционное обвинение в нарушении прав человека. Эксперты также отмечают, что если пост президента США все же займет Джо Байден, то американские отношения с Китаем могут заметно улучшиться. Китай отлично понимает, что если к власти в Соединенных Штатах придет более рациональный, более компромиссный руководитель, то, естественно, и Китаю не будет иметь смысла помнить какие-то прошлые действия в Соединенных Штатах, потому что сотрудничество выйдет на новый уровень. Кристина Надышина, Универ Ньюс.